Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Айка Емили и очередной мукбанк. Сегодня у нас турецкая пиде, то есть это что-то вроде пиццы нашей, но она с мясом. И еще здесь болгарский перец, зелень и сверху немножко сыра. Получилось просто обалденно. Не знаю, смогу ли я все это съесть, но будем надеяться, что да. Потому что пахнет просто обалденно только что из духовки. Такие вот малюсенькие, как мне написали в комментариях, оказывается, они называются корнишоны. Огурчики маринованные, маслины оливки, как всегда. Здесь немного сока. Болгарский перец, хотела сказать. Лук, лук зеленый. Давайте приступим. Голодная я очень, если честно, встала, там макияж делала туда-сюда. Обалдеть, как вкусно. Кстати, я вам рецепт оставлю внизу. Там, правда, немножко по-другому готовится. Там без сыра. Но я решила сверху немножко сыра тоже посыпать. Так вкуснее получается. Сегодня я иду с ночевкой к своей подружке Желье. Как я вам говорила, у нас есть идея классных фотографий. Для этого нам нужна пижама и диван, который есть в квартире Желье. Очень надеюсь, что фотографии вам понравятся. Будем стараться. Погода тоже обалденная. Прям не хочется сидеть дома. Хочется куда-то идти. Уже потихоньку хочется гулять. Мне всегда так. Мой любимый месяц это май. Я обожаю май. Вообще, когда весна, у меня появляется куча вдохновения. Вдохновение снимать. Что-то создавать. Создавать рано. Зимой я просто как медвежонок в спячке. Никто меня не трогай. я буду просто есть, спать, есть, спать и даже на улицу неохота выходить. А весной как будто все расцветает. Соседи новые появились. Вчера переезжали. Каждой весной такое ощущение, что у всех появляется какое-то вдохновение. что-то делать. На шашлычки бы сгонять куда-то. можно с парнем. куда-то поехать. Но я имею ввиду в пределах Азербайджана. То есть не за границей у нас с этим вообще беда. Но для нас, для азербайджанцев, я не азербайджанка, я лезгинка. Но вообще говорю, тех, кто живет в Азербайджане, идеальный вариант поехать в Турцию. Потому что в Турцию очень бюджетные цены. Плюс нам летать тут близко. Отель у них обалденная. Поэтому надо обязательно. Кто не ездил, все хвалят. Все говорят, Айка, это нечто. Мы хотим Шелли. Она возьмет свою маму. Я возьму свою. И вчетвером сгонять. Обалдеть, как вкусно. Очень вкусно. Казалось бы, вроде то же самое, что и пицца, но на самом деле нет. Здесь мясо, болгарский перец, зелень, лук. Помните, лук шест. .... О. очень давно смотрю твои видео и на всех на них у тебя очень длинные волосы и одного цвета не хотела бы сделать какие-то изменения в себе как-то измениться и стать другой нет, однозначно нет я просто нашла себя в подростковом периоде сделала очень много экспериментов и мне хватило на самом деле мне не идет мне кажется сейчас в моде естественность зачем просто портить свои волосы смотрю на тиктоке Шудину Саеву каждую неделю как-то меняется я так не хочу меня полностью я устраиваю только вот последнее время я начала задумываться об одной пластической операции ну это называется пластическая операция хотя это по сравнению со всеми остальными операциями это мелочь я нашла даже специалиста в общем что делают разрезают вам здесь и как бы убирают кожу и получается приподнимают вот так вот глаз не то что глаз кровь приподнимают ну как бы это тоже пластическая операция хотя по идее мелочь по сравнению с носом с грудью и взгляд получается такой открытый конечно это же можно сделать и уколами красоты и нитями но мой косметолог мне нити не рекомендует нити как-то страшно выглядят а еще бывает такое что одна из ниточек может оборваться насколько я знаю насколько я слышала и получается что одна бровь будет вот такая а другая приподнятая там просто местная анестезия и результат ты видишь сразу как бы а шов он бывает прям в брови его не видно совершенно сам надрез делают внутри брови на какие-то супер большие такие операции я пока что решиться не могу да и не вижу надобности но такие мелочи я бы хотела многие пишут что такие манипуляции лучше делать после 30 соглашусь с вами но если человек хочет зачем ждать чего ждать кого ждать мне бы привести в порядок брови там уже видно будет нужна мне эта процедура или нет а еще вчера смотрела история Оксаны Самойловой и была в шоке она говорила о том что она собирается менять импланты и то есть ничего вечного нету если ты делаешь грудь то получается через 10-15 лет ты должна ее менять я и подумать не могла я думала один раз делаешь как нос и все до конца жизни оказывается здесь есть куча нюансов и вот скоро она опять будет делать грудь хотя я смотрю на фотках в историях у нее обалденная грудь чем она недовольна я не понимаю опять же это видео фотографии надо в жизни видеть наверное есть надобность в этом раз она решается на этот шаг когда я была маленькая я помню что было модно красить волосы в розово-черный цвет и говорить что я эмо я никогда не была эмо но я всегда говорила вот я когда вырасту я стану эмо это я говорила когда мне было 8-9 лет я была совсем мелкая и смотрела на стошеклассников и среди них были такие типа эмо но когда я выросла уже как бы потихоньку эта тема пошла на спад вот такой вот один эмо сбросился с 16 этажа типа не хочет жить а еще я помню были паблики где эмо с друг с другом делились о том как можно сделать самоубийство а еще были готы кто помнит напишите в комментариях кто помнит те времена я уже потихоньку там одежду старалась маме говорит что купи мне розовую или черную дело не в том что я была такая же как они мне просто нравилась эта вся тема мне вот вечно было что я смотрю на кого-то и всегда думала я вот вырасту стану такое же повторюшкой была вот я вырасту сначала мне нравилась Наталья Орейра я думала все вырасту буду такой же потом не знаю вот эти эмо готы была группа Tokyo Hotel я просто обожала эту группу не знаю что-то как раз В общем, мои хорошие, на этом все Спасибо, что досмотрели это видео до конца Если оно вам понравилось, то ставьте лайки Всех люблю, целую Всем пока